Сегодня всем, кто следит за политикой, понятны действия нынешнего руководства Армении. Речь в том числе о решении Еревана провести, как я уже сказала, референдум по вступлению в Европейский Союз. Об этом на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в Беларуси, сказал президент этой страны Александр Лукашенко. И это при том, что еще только когда Никол Пашинян пришел к власти, его предупреждали. Делать этого не стоит, подчеркнул белорусский лидер. Первые наскоки Пашиняна, когда он стал премьером, были на Беларусь. Целился в нас, а попасть пытался в Россию. Александр Лукашенко вновь прошелся по Армении. На встрече с представителями разных национальностей, проживающих в Беларуси, речь зашла об Армении после выступления председателя армянского общественного объединения Айастан. Могу по себе судить и говорить, что здесь к людям относятся не по национальной принадлежности, не по религиозным убеждениям, а по нашим деловым, профессиональным и, главное, человеческим качествам. Ни Россия, ни Беларусь обострять отношения с Арменией не желали. Они ценили прежние добрые связи, но в Ереване неустанно шли на Запад. За европейцами стоят американцы. Без Америки ничего не делается сегодня там, на Западе. Поэтому вот взяли в оборот Армению. Ну, Армения, знаете, в какой ситуации находится. Мы всячески старались помогать армянам. Мы сотрудничались как с самыми близкими людьми. Помогали всячески. И то, что случилось в Карабахе, это вина только руководства Армении. Только. Я их предупреждал лично, когда были все главы государства. Или молчали, или против. Отдай им эти территории. Тем более, что они же признавали, что это не наша территория. На тех территориях даже птицы не садились и не летали. То есть там людей не было. Никто не жил в такой благодатной атмосфере природной, где благодатная же земля. Люди не жили. Больше миллиона беженцев. Я их видел в Азербайджане. Надо смириться, надо помириться, надо по-дружески жить. Да, не наши это земли, это азербайджанские. Но мы не отдадим, будем воевать. Зачем воевать? Лукашенко напомнил, говорил об этом в Ереване. И Путин тоже Пашиняну говорил о мирном решении вопроса. Не послушал. Довоевались. И чего сейчас обижаться на Россию или еще на нас, если Пашинян признал Карабах территории Азербайджана, заявил он. Глава Белоруссии еще раз отметил. Армении не стоило терять дружбу с партнерами. Отношения с Западом налаживать можно. Но не идти при этом против своих союзников. Нашей вины в обострении отношений с руководством Армении абсолютно нет. Вы наши люди, вы наши граждане. Потому что вы люди, приехавшие с Армении, с других мест, из России, с регионов. Вы даже для меня, в силу того, что вы сорвались, судьба у вас такая, и приехали к нам, много ведь не от счастья приехали. Мы должны вас принять в семью и обогреть, и сделать все для того, чтобы вы могли работать и зарабатывать на свою семью. Тем временем в Ереване не вняли советом опытных политиков. Вот и сегодня там вовсю идет процесс вооружения. На этот раз к военной поддержке Армении присоединились Южная Корея и Япония.